Владимир Богатырёв снова стал ректором Самарского университета. Теперь он будет руководить ВУЗом до января 2030 года. Соответствующий документ подписал глава Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков. Впервые Владимира Богатырёва назначили на эту должность в 2020 году. По итогам сентября паблик Самар и ГИС ВКонтакте вновь вошел в тройку лидеров по вовлеченности подписчиков в престижном федеральном рейтинге от Нью-Медиа. Рейтинг основан на анализе 68 сообществ телеканалов городов-миллионников с аудиторией 5000 подписчиков. Вовлеченность – это показатель, который отражает активность аудитории в сообществе социальной сети. Учитывается количество лайков, комментариев и переходов по ссылкам в постах. Наши пользователи одними из первых узнают обо всех новостях, которыми живет Самара. Еще одно преимущество для наших подписчиков ВКонтакте – здесь можно оставить жалобу, и она практически моментально уйдет в профильные городские службы. Дед Мороз приедет в Самару 26 декабря. Всего он посетит 60 городов. Жители города и региона смогут увидеться с любимым гостем на железнодорожном вокзале. Во время стоянок для посетителя организуют праздничную программу с участием артистов и аниматоров. Формирование команды правительства Самарской области продолжается. Губернская дума согласовала кандидатуру Максима Ковалева на должность вице-губернатора, руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции. С 1 ноября изменит расписание движения электричек по маршруту Самары-Жигулевское море-Жигулевск. Как сообщили в пригородной пассажирской компании, это связано с окончанием летнего периода. Так, поезда номер 63-02-01, пятилетка, отправление в 5-48, Жигулевское море, прибытие в 7-45. Номер 73-75, Жигулевское море, отправление в 15-55, Жигулевск, прибытие в 16-11. Номер 73-76, Жигулевск, отправление в 17-04, Жигулевское море, прибытие в 17-18. Будут ходить ежедневно. А электрички 63-04-03, пятилетка, отправление в 5 часов 48 минут, отвага, прибытие в 8-19. Номер 63-78, отвага, отправление в 16-47, Жигулевское море, прибытие в 17-16. Номер 63-77, Жигулевское море, отправление в 15-48, отвага, прибытие в 16-18. Отменит. На портале Госуслуги запустили сервис «Жизненная ситуация». С помощью него можно получить все необходимые услуги для многодетных семей в одном месте. Сервис позволяет сэкономить время на посещении ведомств и поиске информации, является частью федерального проекта «Государство для людей». Также жители Самары могут получить электронное удостоверение для карты лояльности в некоторых торговых сетях. В будущем сервис будет включать возможность прикрепляться к поликлинике, оформить единовременный платеж при рождении ребенка и ежемесячную социальную выплату на детей, а также пользоваться адресными уведомлениями и льготами. Сбер рекомендовал пользователям iOS установить новое приложение «Бюджет онлайн». Банк просит обратить внимание, что старые версии 12.15, 14.3 и 14.11 скоро перестанут работать. Для входа в приложение потребуется номер действующей карты. Минпросвещение Российской Федерации опубликовало проект приказа, который устанавливает минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные ему образовательные заведения в 2025-2026 учебном году. Наименьшая оценка для сдачи единого государственного экзамена по русскому языку составляет 42 балла. По математике, химии, физике и биологии необходимо набрать 39. По информатике – 44. По обществу знанию – 42. По истории – 35. По литературе и географии – 40. По иностранному языку – 30. По обществу знанию минимальный балл снизили с 45 до 42, а по русскому языку увеличили с 40 до 42.